МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Минусовая температура в новых квартирах. Жители улицы Кемеровская получили ключи от новых по государственной программе квартир в мае этого года, но уже бьют тревогу. В Карагандинском областном суде закончено рассмотрение апелляционного дела осужденного за лжетерроризм учителя Юрия Пака. Судебная коллегия постановила оставить приговор без изменения. Вместе с тем прокурор призвал граждан не поддаваться на провокации. Благотворное международное сотрудничество. Аким Карагандинской области встретился с чрезвычайными и полномочными послами Германии и Молдовы. В Карагандинской области продолжаются мероприятия в рамках 25 звездных дней в честь юбилея независимости. 29 ноября посвящено безъядерному миру. В этот день организованы тематические мероприятия в рамках общенационального единого тематического дня «Манифест Назарбаева. Мир. 21 век». В Караганде живет художник Кайбек Куюков, ставший свидетелем страшных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Куюков Коребек Толтаевич родился 18 июля 1968 года в селе Егендебулак Карагандинской области. Является инвалидом первой группы. Он один из пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне. Несмотря на врожденную особенность, Караганда Куюков никогда не видел в этом проблем для себя. Закончил школу и вуз, в жизни состоялся как бухгалтер. Был активистом движения «Невада Семипалатинкс», за участие в котором он был удостоен ордена Курмет. В 2013 году, после создания международного проекта «Атом», Караганда Куюков стал его почетным послом. В настоящее время мужчина – известный художник. Его работы в прямом смысле слова написаны без рук. Кисть художник держит губами, а палитру – ногой. О маленьком человеке с большим сердцем и добрыми глазами знают далеко за пределами Казахстана. Его многочисленные регалии достойны похвалы. А жизненный путь – пример для тех, кто сегодня не выдерживает тяготы бытия. К каждой своей картины он доказывает, что сила мысли и желания могут перевернуть мир. Карагандинские власти помогли Каригбе Куюкову попасть на международную конференцию в Астане. Художник считает это достойным знаком внимания. Проходила выставка моих картин, работ, так как у меня есть очень много работ, которые на ядерную тему. У меня есть серия портретов тех жертв, которые пострадали, которые сейчас в данный момент живут на Симпалатинском полигоне. После конференции большая делегация ездила в Симпалатинск, ездили в Курчатов, ездили на саму территорию полигона. И иностранцы, конечно, имеют большой интерес. До сих пор японцы часто ездят. На сегодняшний день Каригбе Куюкову 48 лет. Живет он один. Все свое время посвящает творчеству. Помогает по хозяйству родная племянница. На жизнь художник не жалуется. Его девиз – держись зубами за жизнь. Это и помогает Каригбеку Толтаевичу. По жизни я стараюсь идти, я стараюсь жить, как обычные все люди. И всегда всем говорю, что надо стараться, надо идти к своей цели. Человек будет жить только тогда, когда он этого хочет. И поэтому я благодарен всем тем людям. И благодарен, в частности, Акимату, Акиму нашего города, что они оказали мне финансовую поддержку. Сейчас Каригбек Куюков призывает всех выступить против ядерного оружия. И прилагает для этого немало усилий. В очередной раз рассказать о судьбе Каригбека Куюкова значит еще раз напомнить миру о том, что поднимающийся в небо ужасающий радиоактивный грипп несет в себе миллионы сломанных судеб и катастрофические удары по всему живому на планете. В Пришахтинске от холода болеют и дети, и взрослые. Во время морозов стены в квартирах покрывались льдом, а в кранах замерзла вода. Пока власти не спешат помогать, люди обратились за помощью к журналистам. Лариса Хусаинова с подробностями. Айдон Жанузаков живет с супругой и тремя детьми. На протяжении нескольких недель малыши болеют поочередно. Теперь и сам глава семьи вынужден сидеть на больничном. Их трехкомнатная квартира превратилась в однокомнатную. Приходится нагревать одну комнату и жить там всей семьей. Мы живем все в одной комнате. Обогреватель постоянно включен. Во всех комнатах двери всегда закрыты. Во время первых морозов в квартире было 8 градусов. На кухне пластиковые окна покрылись инием, и это со стороны квартиры. Подоконник, откосы – все во льду было. Как считают жильцы, строители сэкономили на стройматериалах. В их квартирах много недочетов. Плохое отопление в холодное время года – проблема многих. Но у жителей улицы Кемеровская особый случай. Во время морозов стены покрываются льдом, а шкафы – плесенью. После этого появляются трещины. У семьи Натальи Михайловой проблем не меньше. Во время морозов в квартире было минус 4 градуса. Из-за этого в кранах замерзла вода. Женщина обратилась в КСК, но там сказали, что ничем помочь не могут и посоветовали самим решить эту проблему. У меня вода замерзла в туалете и в ванной. Обращалась в КИК, сказали, что обратитесь в КСК. Обратилась в КСК, в КСК пришли. Председатель посмотрели со слесарем и сказали, отогревайтесь сами. Мы сами не можем ничего не подъесть под ванну. То феном отогревала, а потом уже обогревателем на ночь оставляла, на весь день оставляла. Жители не отпускали съемочную группу. Каждый хотел показать, какие проблемы у них в квартире. Ну вот такая вот. Вот так вот у нас вода бежит с перебоями. То бежит, то не бежит. И во-вторых, холодной, горячей воды у нас нет. Мы все пользуемся титанами. Из-за этого, соответственно, будет поломка у нас стиральных машин, титанов. Не можем нормально душ принять. Проблемы не только в квартирах, но и на крыше. Несмотря на относительно теплую погоду на улице, на крыше нарастает изморозь. Там же находится открытая вентиляция. Туда попадает растаявший снег, а после в квартирах становится влажно и трескаются стены. Вот наша вентиляция, вот получается. Вентиляция, вот получается, мы ее закрыли сейчас. И то она сейчас в данный момент в снегу, в льду, получается. Вот эти вот пеноплексы у нас, она в дути идет у нас. Получается, через вода проходит и идет на открытие-перекрытие. И в квартире всех, на пятом этаже, все, получается, влажность у них сейчас. И сыры сужие. Жители улицы Кемеровска неоднократно обращались в казахстанскую ипотечную компанию, которая занималась строительством их жилья. Там объяснили, что проблему будут решать, но как быстро, пока неизвестно. Мы решили сами узнать, когда начнут исправлять эти значительные недочеты. Сейчас у нас поступают жалобы от ориентаторов улицы Кемеровска. Жалобы связаны в основном на то, что дует соку. И в связи с тем, что в смысле идет нестабильная подача воды. Жалобы в письменном виде поступили к нам, мы их группировали, отправили в адрес застройщика, связались с застройщиком с застройщиком. Застройщик приступил уже к работе, к работам по устранению дефектов. На прошлом деле специально выезжал сотрудник наш в командировку туда, он делал обход этих квартир и этих объектов. Мы туда привлекали и застройщиков, и представителей местных исполнительных органов, и субъекта серии свидетельств. По договору поставщики несут ответственность за новое жилье. В течение двух лет они обязаны устранять все дефекты в процессе эксплуатации. После письменного запроса арендатора застройщик должен исправлять все дефекты в течение гарантийного срока. По словам начальника управления по работе с недвижимостью, до конца этой недели жителям обеспечат стабильную подачу воды. А в течение следующей недели застройщики будут решать проблему с теплом. Лариса Хусынова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Учителя физики Юрия Пака оставили в колонии. Судебная коллега Карагандинского областного суда решила, что его вина в заведомо ложном сообщении об акте терроризма полностью доказана. Однако родные осужденного не согласны с таким вердиктом. Сам педагог свою вину так и не признал. Супруга и адвокат заключенного намерены подать касационную жалобу. В зале заседания областного суда яблоку негде упасть. Родственники и друзья осужденного терпеливо ждут приговора. В зале также много журналистов. Супруги Пак общаются друг с другом взглядами. Безмолвно. Судебная коллегия во главе с председательствующим Рашидом Нурмагомбетовым огласила решение. Пак виновен. Судья также огласил частное постановление. В отношении свидетеля Кузнецовой, которая поменяла свои первичные показания, хотя была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В момент оглашения супруга осужденного не скрывала слез. Разочарование читалось и на лицах родственников. Общаясь с прессой, Ольга Пак заявила, что не согласна с приговором и будет подавать касационную жалобу. Также она поблагодарила казахстанцев и всех неравнодушных людей, которые поддерживали ее семью. Та поддержка, которая оказывается казахстанцами и людьми за его пределами, показывает лично мне то, что хороших людей больше. И несмотря на то, что происходит, на всю несправедливость, это дает силы жить дальше. Сразу после оглашения приговора в областной прокуратуре состоялась пресс-конференция. Заместитель прокурора региона Аспенби Жарлгасов прокомментировал постановление суда. По словам прокурора, вина осужденного доказана как в суде первой инстанции, так и во второй. По степени общественной опасности данное преступление относится к категории тяжких, за которые предусмотрено наказание только в виде лишения свободы до шести лет. При этом суд и так смягчил паку наказания, учитывая наличие у него двоих детей и отсутствие отягчающих обстоятельств. Доказательства судеб первой инстанции на апелляционных инстанциях полностью исследованы. Все возражения, все подозрительства с защитой не исследованы. Ни один момент не остался исследований. Все исследованы. И дана провоция. Также прокурор отметил, что в последнее время вокруг истории ПАКа создан общественный резонанс. А некоторые люди, пользуясь этим, могут провоцировать граждан на проведение публичных акций протеста, несанкционированных митингов и других беспорядков. Чиновник пояснил, что разжигание недовольства в обществе и заведомо ложное информирование о ситуации влечет уголовную ответственность. Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдибеков принял чрезвычайных и полномочных послов Германии и Молдовы. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова Думитру Брагишем глава региона Нурмухаммед Абдибеков отметил, что на территории области действуют пять предприятий с участием партнеров из Молдовы в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность и операции с недвижимым имуществом. Мы пытаемся реализовать наши возможности туристического бизнеса. Это вот и в районе озера Балхаш, это наш здесь достаточно по-своему уникальный природный ларшавский, скажем, регион. Это Каркарлинск, вот примерно как Боровое, там, Пакичи, скажем, условия. Требует, конечно, вкладывание денег для того, чтобы поднимать инфраструктуру. Там на сегодняшний день и на Балхаши, и в районе Каркарлинска действуют уже объекты туристического бизнеса, но требуется его дальнейшего развития. Карагандинская область экспортирует в Молдову пшеничную муку. Основными импортируемыми товарами являются свежие или охлажденные овощи, яблоки, груши и айва, а также напитки. С начала года торговый оборот составил около миллиона долларов. Глава региона предложил развивать сотрудничество в экономике и гуманитарной сфере. Здесь можно было бы поработать для того, чтобы вместе с казанскими, с карагандинскими бизнесменами найти возможность более легкого доступа на европейские рынки для ваших товаров. То есть часть операций проводить в Молдавии и выставлять уже этот товар, имеющий соответствующий год, абсолютно законно. Я не призываю здесь никаким нарушением, так сказать, именно абсолютно законным, используя все его делающие. То же самое в обратном направлении можно было бы следовать. Также Акимобласти встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии Рольфом Мафаэлем. Нурмухаммед Абдебеков отметил, что с начала года торговый оборот между Карагандинской областью и Германией составил 45 миллионов долларов. Акимобласти пригласил к сотрудничеству немецких инвесторов, а также призвал к обмену в сфере культуры и образования. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Государственные служащие Цимиртау, Сарани, Каражала и Сатпаева активно изучают казахский язык. Однако, несмотря на это, уровень владения государственным языком среди чиновников остается невысоким. Всего лишь полпроцента госслужащих знают казахский на отлично. Такие данные озвучила руководитель управления развития языков Гульнараим Конторбекова на совещании в областном Акимате. В Асакаровском и Нуринском районах работа по изучению государственного языка чиновниками прекращена, доложила Гульнараим Конторбекова. Согласно ее данным, не проводится работа и в областном управлении строительства. Если в сельских районах вопрос упирается в финансы, то в городах немаловажную роль играет безответственность руководителей. Зачастую они не отпускают сотрудников на учебу, а иногда просто игнорируют необходимость обучения. Стоит отметить, что у нас есть проблемы. Некоторые районы отправляют специалистов на тестирование КАЗ-тест без подготовки. Низкий уровень знаний показывают госслужащие Караганды, Тимиртау, Сарани, Приозерска, Бухаржираусского и Асакаровского районов. По расчетам специалистов, до 2017 года 80% населения области должно овладеть государственным языком. В регионе созданы все условия для этого. Есть шесть обучающих центров, открыты восемь курсов. В текущем году освоением казахского языка уже занялись более 20 представителей этнокультурных объединений. Программа тестирования КАЗ-тест реализуется с 2013 года. В текущем году оценку знаний прошли более 6,5 тысяч людей. По итогам тестирования выяснилось, что государственный язык на высшем уровне знают всего лишь 0,5% чиновников. Программа обучения английскому языку тоже работает, подчеркнула докладчица. 4% населения свободно владеют тремя языками. Обучение продолжается. Всего на развитие языков в области выделено 770 миллионов тенге. Деньги освоены. Однако специалисты встревожены частыми нарушениями в сфере оформления нарушенной рекламы. В текущем году выявлено более трех тысяч нарушений, которые уже исправлены. К управлению развития языков и Акимом городов-районов поручаю продолжать работу по реализации программы развития трехязычей в регионе. Мы должны понимать, что казахский и английский языки необходимо знать. Также глава области поручил увеличить контент публикации в СМИ на государственном языке на 62%. Управление же, в свою очередь, разработало план мероприятия по развитию языков до 2019 года. Его реализация будет зависеть от финансирования. Айом Амрина, Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. 16 дней против насилия. Такое название получила специальная акция. В Караганде запланированы различные мероприятия, главная цель которых – обратить внимание горожан на проблему насилия в семье. В одном из кризисных центров, где временные пристанищи нашли жертвы домашнего террора, побывала наша съемочная группа. Валентине Токтаевой сейчас 66 лет. Год назад женщина столкнулась с тяжелой жизненной ситуацией. Пострадавшей негде было жить. Обратилась в кризисный центр «Мир добра». В течение 10 дней она проходила реабилитацию. В лечение входят консультации психологов, медработников, а также юристов. На сегодня жизнь Валентины наладилась. Работает она волонтером в центре. Постоянно участвую. Мне очень нравятся эти акции проводят, которые благотворительные акции. Помогают людям здесь, в этом обществе. Очень хорошо. Вот мы сейчас находимся в этой комнате, где люди нуждаются, чтобы им дали место. Ну где-то там они в семье поругались. Или, допустим, она вышла откуда-то из зоны или где-то. И негде жить. Вот здесь предъявляются места, где она может найти в течение 10 дней находиться. В кризисном центре «Мир добра» сейчас находятся три человека. Обратиться за помощью могут туда не только женщины, но и мужчины. Многие пострадавшие не знают о подобных центрах в городе. Некоторые из которых действуют как ночлежки. В кризис-центре «Мир добра» обратившиеся могут жить в течение 10 дней, получая консультации специалистов. В рамках вот этих вот всех моментов, которые есть в городе, помогает вот именно общественное объединение. Это центр социально-психологической адаптации. Могут лица и прийти, не обязательно прийти проживать в кризисном центре. Можно просто социально-психологическую службу. Прийти и оказать помощь. То есть какие-то услуги адвоката, услуги юридические, написать заявление исковым. Либо, например, ребенок вот остался в какой-то трудной жизненной ситуации, взяли под опеку, там что-то происходит в семье. То есть здесь тоже именно на это центр. В рамках проведения акции «16 дней против насилия» с 25 ноября по 10 декабря текущего года будут проведены циклы лекций высших учебных заведений города. Семинары, тренинги, спортивные мероприятия, а также заседания городской комиссии по делам женщин и семейной демографической политики. Остельцы Замбаева, Жак Слык, Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Создание фонда социального медицинского страхования будет способствовать снижению уровня неформальных платежей, а также поможет предотвратить последствия и развитие различных заболеваний. О преимуществах медстрахования карагандинцам рассказали волонтеры. Медицинское страхование – это простой и доступный способ защитить себя и свою семью от существенных финансовых затрат, а также увеличить шанс выздоровления в случае выявления болезни. Обо всех преимуществах медстрахования жителям Караганды рассказывали волонтеры, студенты медицинского колледжа. Самое главное достоинство – это бесплатное лечение. Вы получите бесплатные лекарственные препараты и качественную медицинскую помощь. Медицинское страхование гарантирует защиту ваших прав и ваших интересов, а также вы получите полную информацию о состоянии вашего здоровья. Мы, как медицинские работники, рекомендовали бы, чтобы каждый гражданин Республики Казахстан был осведомлен об обязательном медицинском страховании, так как оно гарантирует защиту вашего здоровья. Внедрение в Казахстане обязательного социального медицинского страхования позволит обеспечить солидарную ответственность государства, работодателей и граждан за здоровье, а также повышение качества и доступность медицинских услуг. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Минувшие выходные в Доме культуры «Молодежный» прошел первый городской конкурс хореографического искусства «Жулдзе-Але», посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан. В нем приняли участие более 600 молодых танцоров. Виктория Федорчук занимается в образцовом хореографическом ансамбле «Росинка». Любовь к танцам появилась с раннего детства. В три года Виктория начала танцевать. Сейчас у нее уже большой опыт. На сцене девушка выступает 12 лет. Именно эту группу выбрала, потому что это очень прославленный коллектив, мне там очень нравится. У нас самый лучший хореограф. Она всегда дает нам эмоции, настроение. Нам никогда не нужно брать его откуда-то. Мы просто вспоминаем нашу Ирину Евгеньевну и сразу начинаем улыбаться. Я всегда хотела стоять на большой сцене, и моя мечта осуществилась. Младшая сестра Виктории Вероника Федорчук последовала ее примеру. Около пяти лет девочка тоже занимается в хореографическом ансамбле «Росинка». Я занимаюсь образцовым хореографическим ансамблем «Росинка» с четырех лет. Мне это очень нравится, я это очень люблю. Впервые проводится конкурс хореографического искусства «Звездная страна», организатором и инициатором которого полностью является Дом культуры молодежной. Целями и задачами нашего конкурса являются воспитание молодежи в духе нового казахстанского патриотизма, уважение к казахстанским традициям, дальнейшее развитие хореографического искусства, а также обмен творческим опытом руководителей и поддержка талантливых исполнителей. Для участия в конкурсе не было особых критериев. Показать свои способности могли все желающие коллективы. На приглашение, кроме местных танцоров, откликнулись несколько ансамблей из других городов области. Все участники были награждены дипломами, а лучшие удостоены медалей и памятных кубков. Лариса Хуслинова, Руслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Бухаржираусском районе к 25-летию независимости Республики Казахстан провели сразу несколько мероприятий. Спортивная эстафета и веселые КВН стали поводом для встречи жителей разных сельских округов. Алмаз Ядбергенов работает заместителем Акима поселка Бутакара. На чемпионате он представляет команду сотрудников Акимата. Алмаз с коллегами часто посещают спортивные мероприятия. У нас регулярно проводятся тренировки. Сейчас у нас стартал чемпионат среди трудовых коллективов. Ребята все спортивные ходят, каждая организация выставит команду. Ну вот как бы так, в таком плане мы продолжаем тренироваться. Чемпионат среди трудовых коллективов приурочен 25-летию независимости Республики. Государственные служащие показали свою спортивную подготовку. Несколько сельских округов состязались в таких играх, как Тогас-Кумалак и футбол. Кроме спортивных мероприятий, сельчане соревновались в умении шутить. В КВН приняли участие пять команд из разных сельских округов. А главными участниками были учителя и школьники. Как во всех играх КВН, первым заданием было приветствие. После капитаны команды должны были состязаться между собой. И в последнем задании участники должны были придумать интересную озвучку. К фильму на свой лад. В Бухаржиравском районе прошел лишь отборочный тур. Победители примут участие в финале, который пройдет в декабре. Лариса Хусынова, Жекслуд Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин